Ну, Кроки и Стронг зато, зато хотя бы размялись, у них это плюс сейчас, поскольку так, да, по рофлу немножко побегали, но тем не менее, по кнопочкам потыкали, проще теперь по клавишам попадать, хотел сказать по экрану, потом вспомнил, что это ПКшники, явно не с моноблоков играют, но все равно, все равно размяться тоже важно, и посмотрим, как теперь уже Кроки и Стронг себя покажут, первый раунд, 0-0. Ну, и в общем-то, да, потому что пальцы нужно размять, а каменелые были, я так понимаю, ну, Кроки, наверное, размялся, потому что я видел, что все-таки он играл, ну, Стронг, я не знаю, явно, конечно, тоже. Ну, все, и пошли как раз Бесконечные Стенки, и Стронг игроки тут же их ставят, вижу, что есть дегл и у одного, и у другого, то есть ребята из деглов играют, решили здесь сразу же тяжелую артиллерию включать, ну, на ПК я знаю, что с дегла очень неплохо, можно настреливать, да, в принципе, и даже с телефона, очень хороший дэмэдж, и в голову тоже достаточно больно бьет, я бы даже сказал, что сразу насмерть. И шансов у тебя практически никаких не будет, тем более в первых раундах, когда еще и монеты, пусть здесь и монета все-таки у нас полторы тысячи стоит, она нестандартная, но тем не менее, все равно, именно по экономике в первом раунде тяжеловато. Да и, в общем-то, шлем тоже тут как бы не спасает у нас Кроки, и он погибает от выстрела из дегла от Стронга, в общем-то, сразу первый раунд, копилочку Стронга у нас идет, и, ребят, счет 1-0 уже у нас, и смотрим, что сейчас изобразят дальше у нас ребята. Ну, это именно то, о чем я и говорю, то есть, вот, пожалуйста, Степной Орел, вот тебе Дигл, просто взял и просто разнес, по факту шансов не оставил. Ну, что у нас у Стронга? У Стронга у нас теперь Винчестер, у Стронга теперь две аптечки, но это все стандартно, ну и Томпсон берет Кроки, Томпсон против Винчестера, но здесь что-то мне подсказывает, что опять не самая равная схватка, но в битве отрядов, кстати говоря, очень неплохой девайс именно Томпсон, в ближнем бою можно с него неплохо раздавать, и он и на дальнюю дистанцию, несмотря на то, что это все-таки оружие для ближнего боя, дает неплохой урон, поэтому вполне возможно, что где-то Стронга и сможет сейчас Кроки выцепить, опять же, почему бы, собственно, и нет. Ну, на самом-то деле он сейчас будет пытаться его зажать в более плотном бою, но у нас пока Кроки также имеет преимущество на дальнем, но он как-то, не знаю, держится слишком близко к своему оппоненту и погибает. Ну, голова-то хорошая была, но Стронг, опять же, ну это Винчестер, хоть его и фиксят, фиксят уже вторую обнову, фиксят, но это все равно, как была имба, она так и остается, не знаю, к счастью или к сожалению, но, тем не менее. Тем не менее, видим, что Стронг переигрывает пока 2-0, теперь уже Кроки не поддается, но, тем не менее, пока проигрывает. Не забывайте, ребята, в чат писать, за кого вы болеете, давайте посмотрим, чьих болельщиков больше, Пейновских, именно болельщиков Стронга или же болельщиков Кроки. Прямо сейчас, ребята, в чат, прям вот заспамьте, так, чтобы мы видели, а еще лайк поставьте на канал, обязательно подпишитесь. Ну и, в общем-то, ребята, уже третий раунд, смотрим, что они уже будут показывать, стенка была поставлена от обоих игроков, и они уже готовы прямо сейчас сражаться, и, скорее всего, Стронгу придется подойти ближе к Кроке. Да, потому что, все-таки, Кроки у нас в ближнем бою не так хорошо себя показал, и Стронг как бы это понимает. Ну, нужно рвать дистанцию Кроки, нужно сейчас уходить чуть подальше, поскольку Стронг вблизи, понятно, перестреляет, плюс и дэмэдж с Минчестера все равно большой вблизи, видим, что стенками сейчас пытаются, ребята, закрываться. Но вот в этих стенках очень легко запутаться, на самом деле, и это проблема, может быть, для многих игроков. Сейчас Кроки попытался по Стронгу набросать, не получилось, Стронг пытается здесь между стенками монстрить, причем сам стенки не ставит, вынуждает это делать Кроки, Кроки сейчас открывается с МП40 против Стронга, но Стронг просто моментально хэдшот прописывает, и это 3-0. Пока в одну калитку Кроки, к сожалению, проигрывает. Ну, на самом-то деле, урон хороший зашел по Стронгу, но все-таки не дожал чуть-чуть у нас Кроки, и потерял кейли-раунд. Это опять то, о чем я говорил, это опять Винчестер, вот опять Винчестер, Стронг сейчас еще Томпсон в придаче все покупает, и оба слота для оружия забирает, но у Кроки по-прежнему только МП40, и все. Грустновато, грустновато за Кроки, Стронг, я не понимаю, он либо АФК сейчас, либо что, нет, он пошел, он, видимо, что-то там искал, ну и видим, что четвертый раунд, вот сейчас Кроки точно нужно уже выходить. Если это 4-0, то шансов отыграться, ну, практически их минимум, они есть, но это большой-большой минимум. Вот пошли стенки, что от Стронга, что от Кроки, но нужно на дистанции попробовать Кроки сыграть, потому что как только к нему Стронг подходит, шансов никаких, а вот сейчас Кроки молодец, Кроки хорош, то, про что я говорил, 1-3, и уже повеселее за Кроки, теперь уже будет веселее понаблюдать, что у нас Кроки может дальше показывать. Может быть, как раз-таки сейчас почувствует свою игру и пойдет дальше уже раунды забирать один за одним. Здесь еще как бы Стронг не расслабился, потому что 3-0 он вел, и так достаточно легко он обыгрывал Кроки, я бы даже не сказал, что Кроки много работы сделал, хотя вот сейчас Кроки, мне кажется, немножко остудил пыл Стронга, и Стронг может поплатиться, если он все-таки расслабился. Ну, увидим, увидим, что будет дальше, пятый раунд, 1-3, пока Стронг все равно впереди. Ну и стенки у нас уже были поставлены обоих рук, а значит, битва началась, и, в общем-то, сейчас Кроки решает, опять же, держать свою позицию, держать нужную дистанцию со своим оппонентом, сокращает ее Стронг, или пытается как-то обойти спину Кроки, но Кроки, опять же, не поставляется, все-таки выжидает. Но опять Стронг, он понимает, что ему нужно идти вблизь, он понимает, что Кроки на этом, и, собственно, и погорел уже несколько раз, пытается заходить сейчас еще ближе Стронг, рвет дистанцию теперь сам, 35 хп у Кроки, пытается с помощью Алла Казахилица, 70 хп есть у Стронга, тут же пытается аптечку завязать, не получается, стенками пытается сейчас закрыться вновь от Кроки, Кроки тоже пытается здесь мансить, вообще, очень интересно за Стронгом наблюдать, он двигается намного быстрее, чем Кроки, вот это факт, все-таки, вот, который я могу отметить, вот именно на, мне кажется, скорости здесь, пока Кроки не хватает, вот сейчас нужно открываться, открывается очень здорово, Стронг на лоу хп, пытается Кроки его перестрелять, у него тоже половина, не проходит дэмэдж от Стронга, сейчас теряются ребята, и Кроки, как-то, мне кажется, совсем здесь потерялся, по Стронгу зажимает, и все-таки 2-3. На самом-то деле, я сейчас думал, что в этом раунде у нас победит именно Стронг, но он вылетел, потому что на Кроки, Кроки потерялся в какой-то момент, Кроки не знал даже, что ему сделать, то есть он как-то так между стенками застрял, либо, может быть, эмулятор где-то забагался, такое тоже бывает, но все-таки Кроки хорошо зажал по Стронгу, и, в общем-то, Стронг у нас 2 раунда подряд отдает сейчас Кроки, и уже все на тоненького, 2-3 в пользу Стронга пока, но 2 раунда подряд Кроки забирает, сейчас часовая башня, ну, позиция-то здесь лучше у Стронга, я бы сказал, поскольку он сейчас Кроки может с лестницы принимать, но они все равно стенка на стенку будут идти, поэтому, в общем-то, здесь без разницы, но, тем не менее, посмотрим, как по итогу Стронг и Кроки сейчас уже 6 раунд сыграют. Еще хотелось бы отметить то, что у нас, как бы, Стронг это игрок, скажем так, более высокого уровня, потому что у нас в Кроке, я бы не сказал, что он занимается профессионально, относительно профессионально этой игрой, и не показывает эту игру так, как ее показывает, например, Стронг. Ну, тут тоже такой спорный момент, все-таки с ПК играть профессионально, все-таки игра больше для мобильных устройств, но, да, с тобой я соглашусь, и, в общем-то, Стронг нам это доказывает 4-2, и опять хедшот, кстати говоря, вот. Если бы здесь можно было посмотреть статистику, но ее, к сожалению, посмотреть никак нельзя, мне просто интересно, сколько хедшотов у Стронга, у меня, по-моему, ощущение, что он все 4 раунда забрал хедшоты. Два раунда из них точно были хедшоты, я остальные 2 не успел заметить, но почему-то, мне кажется, что 3 из них даже было хедшоты. Ну, там, да, больше половины, вот мне тоже почему-то так кажется, ну, да, я с тобой соглашусь, Стронг все-таки он помощнее игрок, но здесь вопрос, опять же, кто сколько времени проводит в игре, понятно, что Стронг проводит чуть больше времени, даже не чуть больше, а мне кажется, намного больше, чем Кроки, но, тем не менее, Кроки 2 раунда забрал, сейчас видим, Стронг пытается в спину под Кроки открыться, Кроки стенками закрывается, но Кроки намного медленнее играет, это видно, видно, все равно, что по скорости намного быстрее двигается Стронг, и просто без шансов это 2-5 в пользу Стронга, и Стронгу остается последний раунд забрать, и, в общем-то, на этом для Кроки может и закончиться все в этой битве. Ну, опять же, не будем сбрасывать со щитов, потому что все-таки у каждого игрока есть шансы, пусть и небольшие, но у каждого есть шансы отыграться в любой момент, то есть рандом может сработать как угодно, оттяжка к тому же самое. Да, здесь я с тобой полностью соглашусь, но для Кроки сейчас нужно сделать невозможное, вытащить 4 подряд раунда, проигрывать уже нельзя. Ну, опять же, мы видели уже, наблюдали за всю битву ютуберов, что были такие игроки, которые брали 4 раунда подряд, хотя бы они улетают на встречу потом. Бесспорно, бесспорно, просто пока непонятно, за счет чего Кроки может здесь вытащить, но, опять же, ладно, будем смотреть, вот, может быть, сейчас, но вот голова вновь, вот Стронга влетает, и у Кроки уже хп практически нет, и Стронг его забирает, и Стронг побеждает со счетом 6-2 в этой битве, без вариантов практически для Кроки. Ну, доминировал, доминировал здесь Стронг, вопросов никаких нет. Но со счетом 6-2, мне кажется, преград было не обидно, на самом-то деле, против такого сильного игрока, учитывая то, что ты не такого уровня. Ну, здесь я согласен, да, здесь ни в коем случае, Кроки, не надо расстраиваться. Понятно, что Стронг — это соперник выше класса, и он просто это доказал, в общем-то, и все, и все. Для Кроки ничего страшного не произошло, да, проиграл, но ничего, опять же, повторюсь, страшного в этом нет. Да нет, в принципе, красавчик, на самом деле, типа, 6-2, в принципе, мне кажется, с играми плохо. Кстати, есть еще струны...